Миссия Бог и Смотрит И в течение этого часа буду с вами я, Байдак Андрей А также у нас есть такая привилегия, возможность иметь это общение с нашими братьями Которые служители этой миссии, являются директорами тоже вот этой миссии Брат Джан Кач, приветствую тебя, Джан Приветствую И также и брат Сергей Крикун, приветствую Сергей Приветствую вас Дорогие друзья, сегодня у нас будет такая очень интересная программа Будем иметь это общение, делиться о Божьей славе в нынешнее время Как Господь даже в сегодняшнее время являет свою славу и являет свою силу, дорогие друзья Если вы еще не знакомы с Миссией Бог и Смотрит Я просто хочу вкратке напомнить о вот этой цели миссии И какая наша, что нас движет, какое наше ведение вот этой миссии Дорогие друзья, Бог, когда Он уходил с этой земли, Иисус Христос Он нам дал такое повеление, чтобы мы шли и по всему миру проповедовали Евангелие Проповедовали вот это Слово Божие и делали учеников, дорогие друзья И цель миссии это через 5 способов, через 5 направлений, чтобы достичь именно вот эту одну цель И мы двигаемся, чтобы открывать церкви, где нет церквей в других странах И здесь, чтобы открывали церкви, чтобы люди спасались Открываем рэп-центры, открываем миссионерские школы Открываем медицинское служение и детские дома, дорогие друзья И через вот эти все направления есть у нас одна цель, чтобы достичь вести Евангелия по всему миру Дорогие друзья, сейчас у нас тоже в данное время является миссионерская школа здесь, в Америке и также в Украине Где очень много студентов каждый семестр проходит, образовывается, чтобы иметь эту такую практическую науку миссионерства И потом выходит по всему миру, чтобы проповедовать Евангелие И в данный момент мы трудимся уже в 20 стран мира, и там звучит уже Евангелие Слово Божие Слава Богу за это, дорогие друзья И сегодня тоже у нас есть два брата, которые будут делиться, может, о этих некоторых служениях или свидетельствах, которые Господь ведет Конечно, чтобы о всем говорить, у нас просто не хватит времени Но сегодня у нас есть такая возможность, прекрасная, чтобы провести вот это общение с вами И прежде чем мы начнем вот эту передачу А я хочу просто дать вам возможность, Джан и Сергей, чтобы вы тоже чуть-чуть представились и рассказали Какое именно служение вы сейчас несете, и как Господь призвал вас к этому Если, брат Сергей, ты хочешь начать просто представить себя, поговорить чуть-чуть Какое служение Бог тебе вручил, и как Он призвал тебя на это Меня зовут Сергей, фамилия моя Крикун И вы знаете, я никогда не был верующим Вот, вопросом тем, что я так хорошо познал волю Божью Я вырастал подростком спокойно Но пришла жизнь моя, где она просто завернула различными вопросами И потом пришло моменты и грехами Я просто был потерянный человек в жизни, который не имел никакой цели, никакого выхода Я просто не знал, в чем суть жизни И, конечно, вкратце скажу в том, что моя жизнь была в наркотиках, в алкоголе и так далее Где я просто был растерянный и не знал никакого выхода И я помню один момент, где сидит брат Джан Когда моя жизнь пришла к такому усталому моменту И где мне дали телефон, говорят, это есть рыбцентр, это центр реабилитации Где ты можешь позвонить и получить какую-то помощь Я помню, я позвонил Джану, я думаю, он как сегодня помнит этот момент Где я позвонил ему, и он насколько открыто принял меня Он просто был, как бы аж смолился духом Говорит, что да, брат, мы ждем тебя, приходи к нам Для меня это было очень большое удивление Что сердце их не так расположилось ко мне Я благодарю Джану, что вы так расположились Это было 7 лет назад Конечно, я прошел центр реабилитации Бог очень много меня учил Очень много учил И где я пришел, и как каждый из, может быть, людей может сказать Те, кто в зависимости, в проблеме Что если я избавлюсь от сигарет От курения и пить И наркотики Я свободен, я чистый верующий человек Я так когда-то думал Но когда я попал в центр реабилитации Бог начал открывать мои недостатки Бог начал просто менять мою жизнь Мой характер Моя нравственность Чему я люблю Что я хочу в жизни Бог начал менять Он вмешался в мою жизнь Он поменял мое мышление И поменял мышление на то, чтобы любить его Трудиться Не то, что трудиться, что я боюсь Бога Что он меня накажет Но в том, что я полюбил своего Создателя Который поменял мою жизнь Мне пришлось быть в Индии Я в Индии провел полгода Где болел малярией И Бог меня восстановил Исцелил Было очень тяжелое положение Где я лежал Мой разум отмирал Моя внутренность была полностью Вот можно сказать Поражена малярией И Бог за пять дней Полностью восстановил Исцелил меня И в этом я видел Славу Божию По этим всем моментам Бог воспитывал меня На сегодняшний день Я являюсь старшим пастыром Церкви Сакрамента И также отвечаю Как бы больше за южную сторону Вот миссии Где Бог очень много всего сделал Я очень рад конечно Быть с вами в студию Вот Ну такая примерно представление моё Спасибо брат Сергей Да Очень приятно слышать Что Господь Он просто понимает Не просто людей Которые Может в церкви всю жизнь были А потом несут Куда-то сужение Но что Господь берет Даже этих людей Как бы из самой грязи Поднимает И тоже что у них есть Это надежда Чтобы моленести это сужение А Джан Я тоже хочу дать тебе возможность Чтобы тоже Вкратце поделился Твоим сужением Как Господь тебя призвал сюда Знаете дорогие друзья Мы живем Очень уникальное время Когда Господь Сегодня обратил внимание На тех которые Как написано в Писании На улицах В переулках Которые прокаженные Хромые Слепые И сегодня звучит Последний клич И Господь их зовет И призывает На свой труд Так как многие В той притче Сказали Господу Боже мы заняты Мы заняты Своими волами Своими землями Мы только женились Мы только купили что-то И многие сегодня Не оценили Благодатью Божью И не откликнулись Но я благодарю Бога Что в последнее время Он поднимает Именно пропадших людей И я был один из них 11 лет назад Когда мне было 19 лет Господь Он коснулся меня И Он дал мне покаяние Когда я все потерял Когда за неделю Я получил 6 криминальных обвинений Против меня И сидя в тюрьме Я анализировал свою жизнь И я понял Что я живу В обмане И я думал Что я никому не нужен Ни семье Которую я принес Много горя Вот Ни церкви Не нужен И в мире Я просто был Беспредельный Вот И Вот Именно в таком состоянии Господь меня нашел Когда меня выпустили И брат мой младший И он забрал меня ночью С центра города С тюрьмы В Портленде В Орегоне И привез домой Положил на свою кровать Утром Разбудил Это было уже воскресенье Утром И сказал Пошли со мной в церковь И В этот день Господь меня спас Там был гость Который Сделал призов В церкви Где очень редко Делается призов И Бог сказал Сегодня твой день Я хочу иметь с тобой Общение Я хочу Быть частью твоей жизни Господь меня ждал Когда я Воевал против него Своими делами Своими грехами И Я благодарю Господа Он меня спас И через год Я был директором центра В первом центре Миссии Богу смотрят Господь так Привел меня брату Петти К директору миссии И Мы заключили Завет любви Мы открыли миссию И он сказал Что ты будешь Мне помогать В этом служении Мы откроем миссию Откроем рэп-центр Мы будем летать в страны Будем нести служение В то время я думал Это просто нереально Я думал Что Мое служение Не в церкви Оно за церковью Мое служение Будет Уличное Я там Тот язык знаю Я знаю Тот менталитет Я буду там трудиться Проводить людей К Иисусу Но Интересно то Что часто люди Никогда не вручат Человеку Бог Вручает Потому что Видит сердце И Я очень прилепился Господу И Через год Я был директором Центра И да Я не проходил Духовного Никакого Образования Не имел Ни университет Никакой Семинар Не заканчивал Но Как апостол Павел Говорит Благодатью Божией Есть Кто я есть И Господь Своей благодатью Могущественно Начал являть Свою славу И Утверждать Это Служение Чудесами И знамениями Люди приходили В центр Эбилитации И Господь Истелял Отломок Господь Давал Свободу Просто Освобождал Людей От Наркомании От зависимости И Как Сережа Свидетельствовал На На третий год Он попал в центр И Господь Ему дал Свободу И тоже Поднял его В служение И Сегодня говорят Кто вас рукополагал Откуда вы взялись Вот Ваше служение Оно Не Не Нереальное Как Как вы Могли Просто Вклиниться В священодействие В служение Кто вам вручал Кто Кто-то Начинал И Что интересно Что его начинали Это служение Братья Которые Не имели Ни вида Ни величия Ни имени Ни звания Ни репутации Бог просто Начал поднимать Людей Вот Которые Далеки От служения Далеки От политики Духовной И Бог начал Употреблять И поэтому Бог меня тоже Прозвал Сегодня я Несу служение Пастырское На East Coast У нас там есть Служение В Филадельфии В Нью-Джерси И в Броклин Нью-Йорк Где есть Рэп-центр И Две церкви Господь Употребляет Нас там И также Отвечая За служение В Африке Где у нас В нескольких Странах В Мозамбике В Кене В Сомали У нас Идет служение Есть много Церквей Есть детские Дома И Видим Славу Божию Поэтому Аллилуйя Слава Богу Да Очень Это вдохновительное Конечно Свидетельство Потому что В наши времена А везде Я только и слышу Постоянно Что однажды Наркоман Ты всегда Бывешь наркоманом Уже люди Постоянно Уже привык Видеть Что на таких Людей Крест ставят Ну Видеть Что есть надежда Что Господь Еще в крови Своей 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 Это очень Вдохновительно Для всех нас Я считаю И мы уже Привыкли Слышать Что когда-то Являлась Слава Божия Когда-то В дни апостольских Были какие-то чудеса Люди каялись Как мы знаем Апостол Павел Тоже однажды Был этим убийцем Тоже пришел К Христу И мы все уже Привыкли это читать И слышать Может где-то Свидетельство даний Но я хочу тоже Поговорить о таком Если Слава Божия В наше время Как видно Лена Так Может однажды Было видно Мы слышим Много свидетельств Но как вы Сейчас несете Вот это сужение Можете вы поделиться Или как-то Прокомментировать Насчет А слава Бога А в наше время Если это тоже Она так сильно действована Как однажды Она была тоже Если можете поделиться А брат Сергей Хорошо Я конечно Очень даже рад поделиться Потому что я Свидетель того Что Бог сегодня делает Сегодня не есть в том Что сегодня Как мы в церквях Иногда слышим Что когда-то Бог действовал Сегодня уже Бог не действует Сегодня уже Как-то живем Всем прошлым Но я хочу сказать Что Бог сегодня действует Потому что мы Являемся вот В Его славе Мы видим Насколько Бог Меняет людей Я сейчас Как нахожусь В Сакраменто Я вижу Насколько Бог Сегодня поднимает Людей Которые никому Не нужны Люди Которые просто Потерялись И вот такие Высказывания На свидетельствах Церкви Сегодня уже Они восстановлены Как братья Как сестры И такие высказывания Говорит Сидя в своей машине Я Вот не хотя ничего Сам в зависимости Глубокая наркотика Я сижу с прицом И рассуждаю себе Я никому Не нужен Господь Если Ты есть Выведи меня И спаси меня И конечно Проходит день Два Они в центре Ребилитации Они явно Ярко Свидетельствуют О том Что Бог Их спас Что они попали В центр Ребилитации Бог изменил Их жизнь Сегодня они Восстанавливаются Как прекрасные Братья Некоторые из них Восстанавливаются Как служителя Божия Которые несут Служение Божие Неужели это не чудо? Я думаю Это великое чудо Братья Где Бог действует Я хочу Обратиться тоже К телезрителям Что Бог Сегодня действует И есть Сегодня Лето Господнее Где Господь Делает свою работу Потому что Мы часто Вот Ну как-то смотрим Люди потерялись И нету никакого Выхода в нем Или может быть Твой сын Или твоя дочь Потерялись И вы просто Потеряли надежду Есть надежда У Господа Есть выход У Господа Есть чудеса И кровь Иисуса Она сильна Изменять И освобождать И будет Истинная свобода И так же Вы знаете Как мы несем В Южной Америке Служение И я замечал В том Что Вот попадались Нам такие случаи Где Просто по-человечески Невозможно разобрать Ну в каком случае Я помню Как мы приехали Начиная служение И это первый раз Мы приехали В Порто-Кортес Это Гондурас Такая страна И мы с братьями Начали Центр реабилитации Это был первый Второй Третий Четвертый Пятый день Уже у нас Функционировал Центр реабилитации Первая поездка В Гондурас И я помню Мы собрали Этих наркоманов Было 5 человек Мы сидим С братьями Ликуем Это был наш Епископ Брат Петя С нами Мы сидим Общаемся Ну мы положили Все спать И утром Просынаемся Один из братьев В таком шоке Смотрит на нас Говорит Братя Что мы наделали Я говорю Что происходит Он один из испанцев Который мы попросили Его с нами поехать Вот послужить Он сам в Мексике Служил с нами Он говорит Вчера пришел один Ко мне студент И как бы Исповедуясь Говоря Я вот так пришел Над вами вчера вечером Вот стоял Рассуждал Думал Кого зарезать первое Вас или себя Вот Ну потом так решил Говорит Наверное вас порежу Пришел Стоял Над нашими кроватями И этот человек Просынается ночью Этот с нами Который брат поехал Смотрит на него И говорит Что ты здесь делаешь Он говорит Ну вот сейчас рассуждаю В том о чем я говорил Мы встали И мы поняли Что мы попали В очень серьезную страну Где люди просто потерянные И уже спустя Конечно Где-то я помню Наверное года два Этого служения Я собирался Очередной день Раз В Гондурас И я помню Еду Вот в машине Рассуждая в том Что ты Бог будешь действовать На этот раз Что я еду в Гондурас И я услышал Интересный Взов Божий К моему сердцу Где Бог проговорил Мое сердце Говорит Сергей Как ты думаешь Смогу ли я простить убийцу Я себе рассуждаю Говорю Господь Твоя кровь очень сильна Я верю Я знаю Что ты можешь прощать А как ты думаешь Смогу я простить человека Который Вот Кто-то имел жену И он перед глазами Его снасиловал И убил жену Ты думаешь Я смогу простить Такого человека Я говорю Господь Я верю Ты можешь простить Но как бы ты Посмотрел бы Если бы это поступило С тобой И так Если бы это ты Был на том месте Где ты увидел Поиздевались над твоей женой Смог бы ли ты Простить этому человеку Конечно Это был очень такой Тяжелый взок Моему сердцу Я рассуждая Говорю Господь Я знаю Только ты сможешь помочь И я помню Момент Господь говорит Да Я прощаю Таких людей Когда ты приедешь В Гондурас Тебе встретится Такой человек И ты скажи ему Что есть Прощение для него Приехал я в Гондурас Мы трудились И я помню Я зашел в центр реабилитации Где уже у нас был Центр реабилитации Я встретился с этим человеком Не зная его Вот мы радовались А я их благословлял Говорю Братья Придет день Вы будете служителям И вы будете трудиться Они смотрели на меня Вот Как говорится По такому Морисковому языку Волчьим взглядом на меня Недоразумея Что вообще этот человек говорит Ты даже не понимаешь Кто мы есть А ты рассказываешь нам Что мы будем служителями И я уехал Вот В хотел И звонит мне Один из наших миссионеров Говорит Пожалуйста Приедь сюда Мне есть нечто Тебе тайно сказать Когда я приехал Он зашел в комнату Говорит Братья Сегодня ночью Они хотят меня похитить Одного из наших миссионеров Забрать далеко в горы У них есть своя точка Где они потом будут Выбивать с нас деньги И этот человек Сказя уже наперед Узная уже историю Когда он покаялся Он пришел Чтобы убить Одного из наших миссионеров Взять его в заложники Вот И они просто Это их работа Когда изучали историю Этого человека О каком я спас И сегодня Вот хочу говорить Он был Убийцей Который убивал Около шести человек За неделю Это он работал Как диспетчер Ему позвонили Заказали Он сделал работу Он попал Также в наш центр С такой же мыслью И я помню Когда Дух Святой Наполнил мое сердце Где благодать Божия Пришла на меня Я сошел Собрал всех Центр реабилитации И я просто Обращался к нему И говорил Бог имеет спасение Для тебя Сегодня ты думаешь Что Бог забыл тебя Что нету прощения Ты много зла сделал И Бог мне открыл Какое ты зло делал И Бог давал мне на сердце И ему говорит Какие моменты Где он делал И этот человек Он горько заплакал Вышел наперед Склонил свои колени Говорит Если твой Бог Такой сильный Пусть он Вмешается в мою жизнь Конечно я скажу Скращая историю Бог вмешался в его жизнь Где он является сегодня Пастыром Гондураса Он старший пастыр церкви Где Бог действует Бог совершает свою работу Бог ему подарил жену Где у него сегодня дети Он сегодня радуется И несет служение Мы приезжаем туда И я не раз смотрю Говорю Роберто Стоило было отдать Свою жизнь Иисусу Он есть верный Который прощает Который милует И таких ряд Ряд таких Вот свидетельств То что Бог делает В жизни этих людей Есть сегодня чудеса Сегодня слава Божия Является На эту землю И Бог проявляет Свою силу Слава Богу Да действительно Очень так Вдохновительно Слышу Что Господь так понимает Дорогие друзья Я тоже хочу обратиться Мы слышим Вот эти свидетельства Я тоже хочу Подсоединиться К словам Которые брат Сергей Говорил Что Господня кровь Она еще сильна Поднимает людей Если даже Родственники Или близкие Или родные Или сыновья Или дочеря Которые являются В зависимости Дорогие друзья Есть надежда В Иисусе Христе И Сергей Я тоже так понял Что у вас тоже есть Рэп-центр Вы в этом служении Направляетесь Я тоже хочу вам Братья Тоже предложить Дать информацию Что тоже есть Рэп-центр Здесь в Америке Если нужна Какая-то помощь Или есть Какая-то более информация Нужна Можно позвонить На телефон Главной миссии Или зайти на веб-сайт И мы можем В этом тоже помочь Если есть какие-то вопросы Которые будут задаваться В течение А вот этой нашей передаче Можно позвонить По номеру Телефону 503-761-6161 И уже с этого номера Могут направить вас В правильное направление И также можете Зайти на наш веб-сайт GWprovide.org Это GWPROVIDE.org Спасибо, брат Сергей За такое сильное Мощное свидетельство Я думаю, это Многим было В поддержку И многим было В ободрении То, что Господь Он все равно Любит таких людей И хочет иметь Дело с теми Которые погибают И, брат Джан Я тоже хочу дать тебе Возможность Чтобы ты тоже Поделился Славой Божией Которую он несет Может в вашем служении Там в Нью-Йорке Или в Африке Да, дорогие друзья Действительно Сегодня Бог живой Он являет Славу свою Много людей Сегодня Они Не видят Может быть Это Вот в церквях Не видят Это в христианах Может быть Кто-то Просто соблазнился С жизнью христиан Но я хочу сказать Что дьявол Он обманщик И он Желает Чтобы мы Опустили руки Чтобы мы Забыли о Боге Живом Который 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 Когда-то Выводил Израиль Из Египта Вывел Их И провел Через море И дьявол Не желает Чтобы мы Знали Об этом Что Бог Есть Бог Живой Действующий Сегодня Но кто Возревнует О Господе Сегодня Кто-то Его Взыщет Тот будет Видеть Его славу Так как в Римляне Нам написано Где умножается Беззаконие Приизобилует Благодать И сегодня Мы видим это Там где дьявол Ищет новые Тактики Чтобы губить Людей Там где дьявол Использует Наркотики Это новые Формы Зависимости Который Может быть Последних Тридцать лет Только появился Там где дьявол Ставит Свои Капканы Бог Сегодня Дает Свою Благодать Которая Приизобилует Которая Сегодня Вытаскивает Людей С любых Сетей дьявола И мы сегодня Воистину Видим Славу Божью Господь Сегодня Он действует Он идет Впереди Я просто хочу Немножко поделиться За Мексику Вот есть много Свидетельств В Африке В Индии О разных Но Мексика Мне кажется Здесь многие В Калифорнии Знают Мпак ТВ Смотрят Мексика Это соседняя страна И мы посещали Много раз Мексику Мы ездили туда Вот Каждый месяц Или каждых Два месяца С большой группой На большом автобусе Пятидесяти местном И там Несли служение И мы начали Просто молиться Господи Открой нам Где ты желаешь Чтоб у нас была база Открой Господь Где ты хочешь Чтоб мы трудились В этой стране Мы хотим Видеть плоды Своего труда Мы хотим Знать В какую церковь Направлять этих людей Поэтому укажи нам Город Господь Чтобы мы Могли там Начать базу И интересно Так Произошло Что Господь Долго молчал Мы своими силами Питали Что-то делать Не получалось Но прошло Где-то два года И Господь открыл Полтора года назад Если я не ошибаюсь Бог открыл Матаморос И Именно это город Бог в Мексике Открыл И Господь Проговорил Брату Петии Такое слово Как я жажду Напиться воды В этом городе И кто пойдет Подчеркнуть мне воды И мы поняли Что это будет Опасный город Опасное служение Потому что Когда-то Давид Сказал своим Храбрым мужям Это в пещере Когда они были В бегу Что он хочет Напиться воды С колодца Вифлеемского И три храбрых мужа Нашлось Вот Два или три Которые пошли туда Пробились через Стан Стан филистинский И когда мы исследовали Вопрос этого города Мы Мы поняли Что это очень опасный город Мы поняли Что там 20 лет Евангелия не проповедовалась Мы поняли Что Наркокартел Который там есть Драгкартел Он очень сильно Имеет там влияние И Они похищают людей Каждый день Они убивают людей Каждый день И главный трафик Наркотиков Проходит через Этот город Через Техас В Америку И Бог нас туда послал Мы прибыли туда Интересно Мы ехали Сережа И еще два брата С нами В первый раз В этот город Мы едем Въезжаем в Мексику Это город на границе И мы молимся Господи Укажи нам Где Из чего начинать Где начинать И Бог нам Ложит на сердце Не ехать Не искать Ни миссии Ни церквей Ни верующих А ехать Мейру И мы проезжаем White House Ихни к Мейру И назначили встречу На следующий день В следующий день Приходим Садимся С этим депутатом Конгрессменом И он говорит У вас будет сейчас Встреча с мейром И пока мы ждали Он с нами беседовал Он говорит Меня три раза похищали Давали моей семье 24 часа Чтобы выкуп за меня дать Чтобы меня возвратили Он говорит Я теперь живу в Америке Потому что мне опасно Жить в Мексике И он начал говорить Что здесь народ Очень стонет Здесь никогда Нету миссионеров Здесь не проповедуется Евангелие И когда мы зашли Мейру Это была молодая женщина И мы зашли Бог нам дал Такую власть Такое дерзновение Когда мы Кабинет зашли Она говорит Что вы хотите От нас И мы говорим Нам Бог проговорил Приехать Амата Морос И мы хотим Здесь В этом городе Начать проповедовать Евангелие Она говорит Что вам надо От меня Мы говорим Нам нужен дом Чтобы там начать Рэп-центр Она говорит Будет дом Что еще Нам нужна церковь Будет церковь Что еще Нам нужна земля Для стройки детского дома Она говорит Дадим землю Что еще Мы говорим Мы должны зарегистрировать Миссию здесь Она говорит Я дам своих людей Помогут вам зарегистрировать На уровне страны И она потом говорит Сколько людей Вы будете сюда посылать И мы говорим Ну не знаем Нам далеко ехать С Орегона С Калифорнии Может быть По 20 По 30 Она говорит Очень мало Вы должны сюда Сотни посылать И интересно Прошел год И миссия зарегистрирована Церковь у нас есть Там Рэп-центр Сейчас он полный Где-то 14-15 человек В рэп-центре Детский дом строится Миссионерская гостиница Большая строится И в 4 районах Которых там есть 400 районов Больше половины Уже евангелизированы Были проведены Евангелизации И группы со всей Америки Едут туда Это как раз По Центральной Америке Спуститься вниз Через Техас И американцы едут туда Вот И разные группы Едут наши славянские Туда для проповеди Иван Бог дает свободу С картел Попадают люди туда Рэп-центр И мы просто видим Явно славу Божью Туда, куда Бог посылает Куда Бог говорит Он Уже о всем позаботился Что-то подобное Было В Перу Господь послал В Перу И сказал Ейте туда И когда братья Прибыли Бог указал Эспанар Город даже И они не знали Что это Горная местность На возвышенности Большой Где-то 4 тысячи метров Примерно Это 12 тысяч фит Может быть больше И они просят Таксистов В столице Чтоб завезли Они отказываются Они не понимали Почему Но когда один Согласился И завез их То так как Они быстро Поднялись На такую возвышенность У них началась Горная болезнь Сережа там был И температура И расстройство желудка И рвота И братья лежали Три дня Не могли ничего делать И когда Братья просто Очнулись Говорят Ну что мы будем делать В этой стране Строить мы не можем Потому что Климатизация Три месяца Надо чтобы Климатизироваться И то Недостаточно кислорода Ты не будешь Тягать мешки бетона Цемента Потому что Вот ты просто Не сможешь физически Мы не привыкли И братья начали Просто вместо стройки Обращать внимание Тратить время на стройку Они начали проповедовать Евангелие Если я не ошибаюсь Сегодня там Четыре церкви И приходит Государство И говорит Мы вам даем Детский дом Мы вам даем дом Чтобы вы могли Вот Уже наш Государственный Что вы там Несли служение Там три этажа Или четыре Говорят Эти детки будут ваши Вы их учите Как вам надо По христианским Ценностям И верхний этаж И верхний этаж Будет для ваших Миссионеров Мы будем Их кормить Все делать Но это ваш Берите И ведите И интересно Господь дал Нам детский дом Там где невозможно Было его Своими силами Построить И я могу Рассказывать о Африке Как в Мозамбике Господь повел Сейчас там больше Тридцати церквей И как там Бог сильно Являет славу свою Последнее крещение Было более Четырехсот человек С которыми Пять месяцев Работали Готовили Вот И приняли Вступили в завет С Господом И там Прекрасная почва Для почвы Евангелия Для пропад Евангелия Поэтому Вот Мы просто видим Сегодня Как Господь Обильно являет Свою славу Даже в Америке В центрах реабилитации Которые есть у нас И подростковые И женские И мужские По всей Америке Сейчас Если я не ошибаюсь 12 трепцентров Бог просто Освобождает людей Господь дает Свободу Поднимает людей Иногда попадают Нам в центр Люди И ты думаешь Господи Это человек Весь в наколках Это человек Просто Настолько его разум Заткненный Что Господи Если спасение Этой души И Бог не только Спасает Он исполняет Духом Святым И эти люди Они сегодня Служители Которые несут Служение И когда будут Открываться новые Центра В других городах Они будут там Возглавлять Эти центры Поэтому Я хочу сказать Что сегодня Как никогда По-особенному Мы видим Славу Божью И это не просто Было когда-то С нашими отцами Или Как многие говорят Что то что было В Первой апостольской церкви Это было для них Но сегодня Этого нету Это неправда Бог сегодня Сливает Свою благодать Мы видим Его славу Слава Богу Да Сильно конечно Свидетельство Слушаешь Все это И кажется Когда мы живем Здесь в Америке Мы все вокруг Это себя не видим И как бы кажется Что это вообще Не существует Дорогие друзья Я хочу тоже призвать вас Если у вас тоже Есть желание Самому пережить это И самому Стать участниками Вот этого служения Дорогие друзья Это возможно Можете также Позвонить по телефону Или зайти на веб-сайт А также хочу вам Оставить веб-сайт Миссионерской школы Нашей Которой вы тоже можете Пройти 4 месяца Программу Где-то просто Сфокусировано На личное отношение С Богом На вот это Практическая Евангеризация Вот это Что вы можете пройти И тоже пойти И сам увидеть Славу Божию На своих глазах Тоже пережить Вот эту Близость с Богом Можете зайти на веб-сайт www.gwpms.org Чтобы записаться Тоже Или узнать Более информации Это gwpms.org Если нет возможности На 4 месяца Есть тоже Программа На одну неделю Это называется Твердое основание Где тоже можете найти Вот это Близкое общение С Богом И пережить Вот это тоже В своей жизни Это можно взять Можно неделю с работы Если нет возможности 4 месяца снять И пройти эту программу А также Для подростков Которые с 15 по 17 лет Есть тоже программа Это называется Юность для Христа Тоже Те можете найти Более информации На том веб-сайте Дорогие друзья Вы тоже можете Присоединиться К этому служению Тоже увидеть Слава Божию Как Господь действует И вот это Слышу Брать Вот эти свидетельства Как Господь ведет Как открыт Вот эти проекты И мне задается вопрос Я думаю Не только у меня Я думаю У многих Наших телезрителей Тоже задается вопрос Как это Как это можно Все начинается Брат Сергей Вот ты говорил Вот это свидетельство В Гондурасе Что есть там И рэп-центр И церковь Что люди каются Задается вопрос Откуда это все Берется Откуда это взялось Приехать В какую-то Третью страну мира Что-то там Открыть Что-то там Придумать Можете Объяснить Или даже Рэп-центр Здесь у нас В Америке Как это все Начинается Развивается Сегодня это Большой вопрос К многим Людям Вводятся ли Сегодня Служителя Божия Откровениями Божьими Вот такое Сегодня говорят Многие верят Как откровение Это Вот У нас есть Библия Мы должны Только так Это Это есть Это наше Основание Писания Но каждый Служитель Я так понимаю Он должен Иметь Откровение От Господа Он должен Чувствовать Он должен Знать Что Бог Хочет от него Я помню Момент был Где одного Из наших Служителей Это наш Один из Старший Епископ Где Бог Дал ему На сердце Открыл ему То что Есть страна Гондурас О стране Которой мы Вообще Не слышали И для меня Это было Тяжело Даже было Высказать Эту страну Она Гондурас И такой Город Называется Я долго Учил этот город Чтобы вымывать Его Насколько оно Далеко Непонятно Но Бог Сказал Что я хочу Чтобы вы Ехали В эту Страну Мы Начали Планировать Конечно Мы Когда вы Вылетели Туда Изучая Немножко Страну Эту Это Страна Которая Вышла В криминале В криминальном Мире Вышла На первое Место Где По убийствам Где Просто Много Убийств Много Чего Мы прилетели Тагусягальпа Это Столица Того Города Я Помню Я когда Приехал туда Думал Господи Что ты Хочешь От нас Мы Просто Верой Были Движимы Духом Бог Сказал Мы Будем Ехать Мы Приехали В эту Страну И Когда Мы Выезжали Нам Бог Тоже Дал Откровение В том Что Вам Выйдет Навстречу Мой Посланник Который Встретит Вас У нас Никого Не Было Посланников По Человечески По Телефону Наш Был Посланник Это Господь Который Послал Нас И Приготовил Уже Человека Мы Прилетели Туда Мы Вышли Из Этого Бунтера От Самолета И К нам Встретился Человек Который Говорит Я знаю Что Вы Миссионеры Я Знаю Что Вы Приехали В эту Страну Миссионерствовать Я Буду Вас Сопровождать По Всем Путям Когда Вы Будете Здесь У нас Было 10 дней Пребывания Ну Конечно Дальше Мы Не Понимали Куда Бог Ты Будешь Вести Нас Я Понял Мы Сидели Тоже В Хотеле Которые Готовились Немножко Программу Составляли Что Мы Будем Здесь Делать Часто Нам Бог Указывает Город Страну Где Мы Знаем Едем И Мы Начинаем Дело А Здесь Была Большая Страна Гондурас И Вот Именно Гондурас И Без Всякого Города Когда Мы Смотрели Нам Бог Просто Положил На Сердце Город Называется Порто Кортес Который Поехать Туда Остановиться Там Переночевать Там Обсмотреть Эту Землю Насколько Есть У нас Сила Сразиться На Этом Месте Так Как Всегда Вы Знаете Когда Господь Давал Дерхон Израильскому Народу Он Тоже Хотел Чтобы Пошли Выводы Или Какая Сила В них Как Сразиться Против Них Вот Также Мы Почувствовали Что Нам Нужно Поехать Почувствовать Эту Обстановку Когда Мы Выехали Туда Это Было Где Там Мы Ехали Около 6-7 Часов Мы Заехали В этот Город Я Помню Этот Город Он Находится Прямо На Точке Возле Океана Где Просто Уже Открыт Океан Мы Ехали С братьями Наслаждались Говорили Вау Очень Прекрасно Красиво Один Из наших Братьев Сидел И мне Говорит Я был За рулем Говорит Останови Машину Сейчас Мы Остановили Машину Он Говорит Братья Мы Когда Ехали Заезжали Сюда В город Я Увидел С левой Стороны Церквушка И Бог Побуждает Мое Сердце Мы Должны Заехать Туда Ну Как бы По-человечески Я Рассуждая Может быть Мы Поспим А потом Пойдем Что-то Смотреть Ну Мы Согласились Заезжаем В эту Церковь Приезжаем Поставили Машину Мы Заходим В эту Церковь Я Увидел Нечто Я Увидел Где Замешательство В народе Где Было Служение Собрано Людей Там Где Люди Начали Некоторые Горько Плакать Пастор Стоит Просто В таком Везумлении Смотрит На нас И Переключается На английский Язык И говорит Я вам Говорил Что Бог Верный Я Говорил Что Бог Верный И Начинает Проповедовать По-английски Мы Сидим Ничего Не Можем Понять Что Происходит И Когда Оказывается Что Два 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 Года Назад Бог Открывает Им День Открывает Когда Приедут Миссионеры Два Года Назад Что Приедут Миссионеры Это Будут Дети Мои Чтобы Вы Не Боялись Начать Дело С Ними Представьте Этот День У них Не Было Служения И В Этот День Мы Приходим В Эту Церквушку Не Зная Ничего В Том Что Нам Господь Уже Приготовил Людей Которые Ждут Нас Чтобы Сотрудничать Вместе Для Его Дела И Когда Я Усмотрел На Это Все Я Говорю Мы Себе Чувствовали Так Ну Приехали Отдыхаем Покушали Вот Смотрим Рассуждаем Что Нам Делать Но В Этом Сем Был Задействованный Господь И Довел Нас До Этого Места И Когда Мы Открыли Вот Эту Всю Вот Историю Что Бог Сказал Что Мы Есть Те Дети Мы Есть Те Миссионеры Нас Устретили Как Ангелов Божих И Этот Пастор Встает Еще Говорит Но Это Еще Не Все Но Бог Сказал Еще Одно Что Мы Будем Подписывать Документы Какие Это Будут Подписаны Документы Мы Не Знаем Какие Мы Говорим Хорошо Мы Уже Видим Что Бог Начал Свою Работу Будем Подписывать Документы Посмотрим Как Когда Мы Рассуждаем Смотря Центр Ребилитации И Нам Говорят Что Смотрим Очень Большой Дом Около Наверное Около Десяти Тысяч Скверфит Очень Очень Большое Здание Незаконченное Так Стоит Уже Запущенное И Мы Себе Ходим Я Брат Петя Со мной Денис Был С нами Мы Общаемся Говорим Ох бы Вот Это Здание Нам Бы Выкупить Мы Здесь Так Расстроились Детский Дом Построили Дети Спасались Потому Гондурас Это Насколько Такая Страна Я говорю Страна Чудес Где Там Что Хочешь Происходит Там Дети Живут На улицах Они Уже С малых Лет Посвящают Себя Бандам Это MS 13 И 18 Street Это Есть Такие Большие Мафии Они Им Посвящаются И Вырастают В этой Культуре Мы Так Желало Сердце Чтобы Они Спасались Один Приходит Из Кто Нас Проводил Говорит Братья Ну как Вам Это Здание Нравится Мы Говорим Конечно Нравится Ну Оно Ваше Как Ваше Сколько Будем Платить За Это Здание За Сколько Мы Его Купим Говорит Не Надо Ничего Покупать Мы Дарим Это Здание Сегодня Мы Подписываем Документы Мы Отдаем Вам Это Здание И Вы Заканчиваете Но Только Мы Попросим Одно Чтобы Здесь Был Детский Детский Дом Чтобы Здесь Был Детский Дом Мы Вот Это Здание Уже Зареистрировано Как Под Детский Дом Уже Нам Не Надо Много Чего Вот Оформлять Как Детский Дом Уже Кто-то Начал Строить Детский Дом И Не Потянул Почему Потому Что Это Был 2001 Год Теракт Нью-Йорка Это Нью-Йорковская Церковь Она Содействовала Помогала Вот Этому Проекту И Когда Был Теракт Вот Упала Экономика И Никто Не Мог Подтянуть Это Дело И Просто Оставили Это Здание Но Я Насколько Чудесен Чудесен Наш Бог В том Что Бог Видел Желание Кто-то Кто-то Залаживал Молитвы И Он Продолжил До Конца Это Дело Я Скажу На Сегодняшний День Там Находят 16 Детей Которые Проходят Вот Эту Программу Дети Уличники Дети Которые Просто Не Знают Вообще Будущности В жизни Сегодня Они Исполнены Духа Святого Всех До Одного Их Бог Крестил Духом Святым Они Сегодня Радуются Наедине Ищут Господа Вот Таким Примерным Ходом Бог Ведет Нас Слава Богу Да Очень Интересно Ты Подметил Что Господь Как бы Дает Откровение Но Я Знаю Что В Нынешнее Время Сейчас Некоторые Люди Они Смотрят На Вот Эти Разные Откровения Очень Как бы Осторожно Думают Что Очень Легко Можно Как бы Заблудиться Если Следовать За Такими Просто Откровениями Но Я Вижу Что В Этом Случай Конечно Господь Действительно Сопровождал Я Тоже Хочу Спросить Как Вы На Это А если Посмотрим Писание То Мы Можем Видеть Ясную Картину Написано От Недостатка Ведения Гибнет Народ Вот И Поэтому Если Мы Не Ищем Ведения От Господа Если Бог Не Открывает Служителям Церкви Как Вести Церковь Что Там Происходит Церкви То Церковь Она Станет Слепая И Глухая И Как Написано Кто Имеет Уши Чтобы Слышать Кто Сегодня Возревновало Господи Бог Обязательно Будет Открывать Бог Будет Открывать Как Вести Церковь Куда Направлять Молодежь Почему В нашей Церкви Сегодня Гибнет Молодое Поколение Почему Дьявол Уводит Их В плен Почему Они Сегодня Гибнут От Передозировок Это Мы Говорим О Христианской Молодежи Вот Потому Что Сегодня Нет Уведения Свыше Вот И Сегодня Большая Проблема В этом И Когда Бог Дает Ведение Как Направить Молодежь Какие Проекты Должна Церковь Осуществлять Ведь Мы Живем В этой Стране В изобилии В Америке Я знаю В других Странах Где Время Благоприятное Не для Того Чтобы Просто Жить Для Себя Но Чтобы Жить Для Господа Чтобы Те Финансы Которые Бог Дает Те Ресурсы Вкладывать Божье Дело Но Когда В служителей В церквях Нету Ведения То Тогда Народ Разбредается И Каждый Делает Что Ему Угодно И Мы Об этом Очень Ревнуем Как Я Говорил За Мексику Без Откровения Божьего Мы Не согласны Были Ничего Там Делать Мы Знаем Что Если Мы Просто Пойдем Своим Умом И Будем Находить Каких Служителей С С которыми Сотрудничать В Мексике Я знал Что Через год Через два Мы Разочаруемся Потому что Мы Обнаружим Что Они Обманщики Что Они Воры Что Они Нечестные Они Неискренные Многие Миссии Многие Церкви От этого Пострадали И Поэтому Многие Сегодня Говорят Мы Африканцам Не верим Не доверяем Они Обманщики Почему Потому что Они без Откровения Божьего Пошли Делать Какой-то Труд Они Дерзнули Совершать Дело Но Своим Умом Не Духом Божьим И Сегодня Как Никогда Нужно Ведение От Бога Мы Видим Апостольская Церковь Она Созидалась Откровениями Когда Петр Молился То Тогда Полотно Сошло Он Пришел В Иступление Бог Сказал Ему Дух Сказал Я Прислал Людей Не бойся Иди С ними Корнилию Ангел Движение Церкви Оно Сопровождалось Духом Святым И Откровениями От Господа Без этого Мы будем Просто Мы не будем Попадать В цель Мы будем Просто Бить Воздух Мы будем Просто Своим Умом Созидать Так как Мир Созидает Дело Но Бог Желает Чтобы Мы Действовали Откровениями Его И это Так Нужно Сегодня Это Необходимо Я просто Хочу Тоже Поделиться Вот Я Прожил В Портланде В Орегоне С четырех лет Мы приехали С Украины Когда мне Было Четыре года И Мы прожили Очень долго В Америке Но где-то Пять-шесть лет Назад Мы с братьями Смисси Решили посетить Нью-Йорк И все города Нью-Йорка Спропуде Евангелия Мы проповедовали На улицах На площадях В метро Раздавали Трактаты На Таймс Сквере Проповедовали В всех крупных Городах Нью-Йорка И последняя точка 1.6 миллиона Русскоговорящего Населения То есть Это Очень большое В Америке Это наверное Самое большое Русскоговорящее Такое Концентрэшн Стечение народа И Когда мы там Проповедовали На площади На Бордвак Возле пляжа То Многие люди Нам очень Противились Особенно Евреи Для них Это Собласть Христианство Христос Они говорили Нам молчать Закрыть Рот Ничего не Говорить Вы нарушаете Шаббат Вы Вы просто Здесь делаете Какой-то Мятеж Оставьте Нас В покое И Бог нам Давал Великое Дерзновение Проповедовать И после этого Мы летели Домой Это была Последняя Точка И В самолете Я начал Очень скорбеть Об этом Народе Я начал Очень скорбеть О погибающем Людям Которые Не встретились С Господом У меня такая Ревность Пришла Я начал Молиться Духом Я открыл Библию Начал читать Евангелие От Иоанна Я увидел Иисус Тоже проходил Те же самые Скорби Когда Его Отвергали Люди И те же Самые Моменты И в этот момент Я начал Видеть Видение Господь Господь Показал Мне Что Я хожу По улицам Брайтон Бич Я молюсь За этот Город Потом Бог Начал Говорить Что Придет Время Ты будешь Нести Служение В этом Городе И Я продолжал Молиться И Господь Мне показал Второе Видение Что Я Веду Мальчика За руку И Господь Говорил Что Придет Время Ты Женися У тебя Будут Сыновья И Твои Господь Начал Просто Это Запечевать Сердце Мое Открывать Мне Я Это Сокрыл Сердце Своем Это Слишком Великое Откровение Было Для Меня Тогда У нас Не Было Ни Сакрамента Служения Ни Сиятли Ни В Чикаго И Сейчас Как В Многих Городах Тогда Только В Портленде В Америке Мы Трудились И И Поэтому Я Не Мог Кому Об Рассказать И Прошло Несколько Лет Я Перед Свадьбой Жене Это Рассказал Своей Что Бог Открывает Что Мы Будем Нести Служение В Нью-Йорке Потом Когда Женились Прошел Год Совместной Жизни Я Много Проводил Время В Африке Там В труде И Я Помню В один День Я Просто Начал Говорить Время Придет Мы Будем Нести Служение В Нью-Йорке Мы Поедем Туда И В следующий День Мы Ехали В Сеаттл С Риалтером Встретиться В поисках Рэпцентра И Возвращаясь Назад Брат Петя Сидел Сзади Меня И Он Говорит Джан Так Жалко Будет Тебя Отпустить Но На Служение Нью-Йорк Придется Тебя Отпустить И Вы Знаете Когда Он Сказал По Мне Прошло Дрожь По Телу Моему Я Говорю Брат Петя Как Вы Знаете Нью-Йорке Я Об Этого Ни Разу Не Говорил Как Вы Знаете Что Я Буду Нести Там Служение И Только Вчера Я Ему Говорю За Первый Раз Год Я Жене Это Открыл И Он Говорит Я Тебе Хочу Сказать На Протяжении Полгода Когда Я Молюсь За Карту Мира И За Карту Америки За Будущие Проекты И Когда Я Ложу Руку На Нью-Йорк Дух Святой Свидетельствует Мне Что Ты Будешь Нести Там Служение И Он Говорит Что Я Не Хотел С С С С С Богом Потому Что Ты Здесь Нужен В Портленде Служение Большое Но Он Говорит Две Недели Назад Дух Святой Проговорил Мне Очень Строго Что Ты Не Хочешь Отпустить Его Потому Что Он Дорог Тебе А Я Не Хочу Чтобы Там Души Гибли И Он Говорит Я Понял Что Я Должен Буду Тебя Отпустить И Вот Через Полгода Мне Кажется Мы Уже Жили На И Интересно Бог Закрыл Все Двери В Броклен Послал Нас В Нью-Джерси Я Позже Узнал Что Там 200 Тысяч Русскоговорящего Населения Евангелизации Нету Никто С ними Не Работает Практически И Мы Начали Там Служение Начали Пропоить Евангелие Сейчас У нас Церковь Нью-Джерси Мы Сейчас Собираемся Ищем Здание Чтобы Открыть Рэп-центр Потом Нам Дарят Дом Филадельфии И Мы Делаем Ремонт Евангелизации Очень Мало Вот Потому Что Мы Выходим На улице На площади В центр Города Мы Это Видим И Потом В Бруклин Началось Служение Тоже И Вот Там Есть Церкви Который Старается Служить Вот Этим Людям У нас Прекрасное Общение С пастырями Там Молитва Ежемесячная И Мы Просто Увидели Какая Там Нужда И Вот Сейчас Там Тоже Церковь Которая Идет Функционирует Конечно Меняем Сейчас Помещение И Там Тоже Идет Служение Если Рассказывать Как Это Бог Открывал Как Бог Вел Вот Каждую Ступень Чтобы Там Было Сейчас В трех Городах Служение То Это Нужно Время У нас Просто Нет Его Но Я Хочу Сказать Что Если Бог Это Не Открыл То Мы Никогда Не Пошли Церковь Сделала Нам Один Сбор И Мы Поехали В Нью-Йорк И Когда Нам Этот Дом Пожертвовали В который Нужно Было Вложить Много Финансов Чтоб Там Был Рэп Центр Вот У нас Денег Не Было И Мы Просто Молились Говорили Господи Теперь Твое Время Действовать И Проезжает Брат Дает Нам Чек Это Вам Передали Чек С Портленда Мы Открываем И Там 7777 Долларов И Бог Просто Проговорил Что О Финансах Не Заботьтесь Я Буду Вести Здесь Мое Дело И Когда Этот Рэп Центр Филадельфии Закончилась Полностью Стройка Капитальная Мы Подсчитали Что Мы Вложили 30 Тысяч Долларов В этот Дом И Мы Не Знаем Откуда Эти Деньги Пришли И Сегодня Там Братья Уже Поднимаются В центре Несут Служение Тоже И Поэтому Господь Сегодня Желает Говорить Народу Но Кто Будет Слышать Я Знаю Сережа Тоже Есть Много Свидетельств Как Бог Говорит Может Поделись За женский Центр Как Бог Начал Вести Да У нас Есть Тоже Пресакрамента Есть Женский Центр И Я Помню Когда Мы С Братьями Рассуждаем И Что Вам Нужно Будет Открыть Женский Центр Здесь Сакрамента У нас Это Третий Центр У нас Два Мурских Есть И Один Женский Сакрамента И Я Помню Мы Боролись Где-то Наверное Вот С Этими Размышлениями Где Бог Поощряет Говорит Что Должен Быть Женский Центр И Я Помню Я Последнюю Ставил Такую Вот Богу Такое Поставил Знамение Так как Когда-то Едион Не Одно Знамение Ставил Так И Я Поставил Говорю Господь Приехал К себе Домой Стал Прямо Во дворе Не Захожу Домой Я Начал Молиться Говорю Господь Если Это Дело От Тебя Укажи Чтоб Я Точно Знал Что Ты Тревожишь Сердце Наше И Когда Я Помню Что Я Только Выходя С Машины Уже Иду Назад В Этот В Дом Мне Приходит Текст Месседж Ну Как Всегда Я Так Иду Я Открываю Текст Месседж Я Вижу Лежит Женщина Мертвая В Гробу И Внизу Подписано Эта Женщина Умерла От Овердоза Я Остановился Я Понял Что Бог Открыл Что Точно Указал Что Многие Души Гибнут Да Они Хотят Выхода Да Они Хотят Прощения Да Они Хотят Чтоб Кто Помог Им Но Не Есть ли Такие Места Где Есть Места Кто Сможет Помочь Им Это Начало Говорить К моему Сердцу Я Вернулся В машину Я Начал Горко Плакать Я Говорю Господь Я Твердо Знаю Мы Теперь Открываем Женский Центр На Сегодняшний День Мы Имеем Женский Центр Где Около Девяти Сестер Проходят Центр Ребилитацию Что я Хочу Сказать Многие Мы Смотрим Говорим Что Только Но Парни Имеют Проблему Только Мужчины Имеют Проблему И вот Как-то Мы Обращаем Внимание На Них Но Я Знаю Что Бог Имеет Определение К Женщинам Тоже К Девушкам Тоже Где Они К сожалению Вот Брошены Мальчиками Где Мальчики Довели Их До Такого Момента Просто Оставили И ушли И они Просто В разбитом Положении Я хочу Тоже Обратиться К вам Девушки И вы Знаете Что Если Вы Попали В такое Положение У вас Нет Выхода Я хочу Сказать Что Есть У вас Выход Может Быть Ты Говоришь Что Это Несправедливо Меня Так Завели Бросили И ты Просто Оставила Все Какие Меры Чтобы Свою Жизнь Поменять Есть Бог Где Меняет Сегодня Этих Девушек Где Они Сегодня Выходят Замуж Богу Старают Их Судьбы И ничего Не потеряно Потому что Если Бог Мешается В жизнь Приходит Благословение Приходит Мир И таким Образом Мы ведем Сейчас Женский Центр Это Очень Активное Служение Очень Специфическое Служение Где Нужно Быть Иногда Не разобраться Что Ну Вот Очень Тяжелое Служение Но Бог Ведет Своей Благодать И Уже Окончивает Вот Программу Где Они Сегодня Свидетельствуют Церкви Что Бог Их Помиловал И Очень Таркает Мое Сердце Где Они Выходят Хором Целым Центр Ребилитации Погибшие Люди Никому Не нужные Славлят Господь Благодарю Тебя Что Ты Спас И Такие Песни Восхваляет Богу Я думаю Что Господь Радуется В том И ангел Его Радуется Что Души Спасается Слава Богу Конечно Наше Время Уже Приходит Концу У нас Уже Не Остаётся Много Времени Но Хочу Чтобы Вы Тоже Братья Может Пару Слов Подметили Вы Говорите Очень Много Откровений Божьих Чтобы Получать Откровения Божьи И Что Без Откровений Вы Не Действуете Ну А В Наше Времени Наши Люди Или Телезрители Я Даже Сам Задаюсь Вопрос Как Именно Получать Откровения Потому Что Мы Слышим Что Вы Получаете А Может Многие Люди Сейчас Не Получают Откровения Как Может Это Причина В Чем Заключается То Чтобы Получать Именно Специфические Откровения От Бога Если Вы Можете Подметить Дорогие Божие Говорит Что Любящим Его Он Дает Знания Нужно Всем Сердцем Полюбить Господа Если Ты Полюбишь Господа Всем Сердцем То Тогда Ты Скажешь Господи Что Ты Не Скажешь Я Сделаю Я Готов Всем Жертвовать Господи Так Как Ты Иисус Пожертвовал Собой И Растащил Все И Раздал Нищим Я Готов Все Сделать Господь Для Тебя Отвергнуть Себя И Взять Крест Свой И Если Начнете В молитве Искать Господа Чтобы Слышать Его Голос И Полюбите Его Бог Обязательно Начнет Указывать На Нужные Людей И Он Своё Сердце Разделит С вами Покажет Какие Люди Есть Вокруг Которые Нуждаются В помощи И Вам Недолго Придется Ждать Как Господь Начнет С вами Что Вы Подключились К Нам В Этот Эфир И Я Хочу Тоже Еще Раз Напомнить Что Вы Сейчас Смотрели Миссия Бог Смотрит Хочу Напомнить Наш Номер Телефона Вебсайт 503-761-6161 503-761-6161 А Также Наш Вебсайт www.gwprovide.org А Также Хочу Использовать Этим Возможности Чтобы Сделать Такое Небольшое Объявление Что В сентябре Месяце 25-26-27 Сентября У нас Будет Такой Миссионерский Съезд В городе Портло Где Мы Приглашаем Всех Кто Может Имеет Возможность Приехать Можете Приехать Услышать Боли Подробные Свидетельства Как Господь Ведет Как Господь Действует Чтобы Иметь Вот это Общение Вместе С нами Дорогие Друзья Хочу Тоже Использовать Этот момент Пригласить Вас А так же Наше Время Пришло К концу Я надеюсь Что Эта Передача Она Не Была Просто Какая-то Информация Которые Братья Дали Из-за Вот Это Сужение Которое Несет Миссия Бог И Смотрит Или Просто Какой-то Отчетный Хочу Чтобы Это Может Посужило Нам В Ободрение Или Какой-то Толчок Чтобы Тоже Задействовать Себя Сужение Дорогие Друзья Если Сейчас Кто-то Из нас Или Из вас Сушит Или Смотрит Эту Передачу Господь Говорит Вашему Сердцу Или Побуждает Тоже Чтобы Взяться За Дело Божие Чтобы Тоже Возревновать Дело Божие Дорогие Друзья Всегда Есть Труд На Ниве Божьей Всегда Есть Очень Много Стран Очень Много Проектов Но Так Мало Сужителей Дорогие Друзья Если Вы Тоже Слышите Что Голос Духа Святого Вас Побуждает Сегодня На Сужение Дорогие Друзья Пожалуйста Обращайтесь С нам И будем Вместе Трудиться Для Божьей Славы Также Хочу Еще раз Поблагодарить Что Сегодня Были С вами Божьих Обильных Благословений Как Божьих Друзья Субтитры создавал DimaTorzok